Привет всем, с вами я, Андрей Ковтон, и рад вас видеть на нашем канале AndroNews. Не так давно я купил себе топовый флагман от суббренда ZTE с двумя камерами и назвал его цыганским. Все потому, что в его корпусе есть множество вот таких вот золотистых вставок, которые понравятся далеко не каждому. Вы спросите, почему я вообще решил записать на него полный обзор? Да все потому, что в ближайшие пару месяцев компания Nubia должна представить свой новый топ-флагман под названием Z17. И мне кажется, этот смартфон также получит быструю зарядку Neo Charge и две камеры. Так давайте будем заранее готовы к тому, что нам покажут в будущих флагманах. Погнали! Для Nubia данный смартфон сплошные начинания. Две камеры на тыльной панели, сканер отпечатком на лицевой панели, фирменная быстрая зарядка. В прошлом видео большинство поддержало меня, когда я высказал свою точку зрения касательно красного круга по центру сканера отпечатков пальцев. Но если опустить вопрос дизайна, а оценивать исключительно практическую часть, лично я рад. Плюс сам сканер срабатывает достаточно шустро. Кстати, фирменный кружок не играет роль индикатора, как мы предполагали, и как это было во всех предыдущих смартфонах бренда. То есть это просто красный круг, никакого функционала. Дисплей Nubia M2 получил матрицу Super AMOLED, но признаю, что максимальный уровень яркости ниже, чем у конкурентов, ну или просто аналогичных смартфонов в этом же ценовом диапазоне. Вот вам сравнение с OnePlus 3T, для того, чтобы вам была видна разница. При попадании прямых солнечных лучей будет трудно рассмотреть, что находится на дисплее. Олеофобное покрытие на стекле отличное, оболочка стандартная от Nubia, ничего нового я не увидел. Но с установкой гапсов нам пришлось неслабо заморочиться. Для начала нам пришлось разблокировать загрузчик, далее мы установили кастомный рекавери от китайцев, и только после, через это рекавери мы установили гапсы. По-другому не получится. В общем, у обыкновенного пользователя быстрее случится нервный тик, нежели что-то выйдет. Это я к тому, чтобы вы уточняли этот момент у продавца перед покупкой. Удивляет тот факт, что в своих новинках производитель до сих пор устанавливает шестую Android, когда даже третьи эшелончики вовсю юзают семерку. Интерфейс работает довольно шустро, лагов нет. 4 гигабайт оперативной памяти вполне достаточно для того, чтобы пользоваться смартфоном комфортно. Еще в первом видео я высказывал свое мнение касательно того, что Nubia M2 не для игроманов, так как за его работу отвечает процессор Snapdragon 625. Для тех, кто не знаком с этим чипом, вот вам результаты в бенчмарках. Требовательные игры комфортно играть только на средних настройках. Но, видимо, из-за использования 14-нанометрового техпроцесса при создании чипа, все гаджеты на Snapdragon 625 не перегреваются. Плюс не болеет троттлингом. Не исключением стал и Nubia M2. Далее мы подробно рассмотрим камеры смартфона и начнем мы с основных. На официальном сайте нет информации о том, какие сенсоры использовали в Nubia M2. На презентации говорили о кастомных модулях на 13 мегапикселей, которые разрабатывались специально для этой модели. Ради интереса мы сделали сравнение камер Nubia M2 сразу с двумя смартфонами. Nubia Z17 Mini, для того, чтобы попробовать рассмотреть разницу, и Huawei P10 Plus, так как этот аппарат среди-китайский считается одним из лучших по реализации работы двух камер. Итак, приступим. Для начала фото, полученные в режиме широкой диафрагмы. Далее в стандартном режиме. Далее в режиме широкой диафрагмы. Продолжение следует... Сравнение с селфи-камер. И видеосъемка. На презентации также акцентировали внимание на возможность создания 3D-фото и на кастомный интерфейс NeoVision версию 6.5. Каких-то особых изменений в интерфейсе, кроме появления режима для работы двух камер и 3D-фото я не заметил. Ну а реализацию 3D-фото вы сможете оценить сами. Выглядит это вот так. Не знаю, найдет ли кто-то из вас практическое применение данной фишки. Ссылка на исходники будет лежать в описании. Пишите свое мнение об увиденном в комментариях. Далее выскажу пару слов об автономности работы. Внутри Nubia M.2 упакован аккумулятор емкостью 3630 мАч. В баттере-тесте с разрядом на 80% девайс набрал более 12000 баллов. При непрерывном просмотре в YouTube смартфон со 100% разрядился за 11 часов. При реальном использовании смартфон работает один рабочий день. Но все это было ожидаемо. Интрига кроется в фирменной зарядке NeoCharge. Так вот, от 0 до 100% M.2 заряжается за 62 минуты. За 30 минут на 64%. В общем, пока что это самая быстрая зарядка, которую я видел. Я не беру в счет Honor Magic с герфеновым аккумулятором и новую быструю зарядку от Meizu. Ранее я думал, что Meizu Pro 6 Plus в этом плане лидер. Но как оказалось, Nubia переплюнула всех. Напомню, что емкость аккумулятора этого смартфона 3630 мАч. Со звуком у обозреваемого смартфона все отлично. Как из внешнего динамика, так и в наушниках. Напомню, что аппарат получил выделенный аудиочип от Texas Instruments. Но лично я не рассмотрел особой разницы с современными флагманами. Сравнение делал с Huawei 50 Plus и Meizu Pro 6 Plus. Звучание во всех этих аппаратах крутое. Пожалуй, я готов подводить итоги. Что мне понравилось в Nubia M2? Первое. Быстрая зарядка. Второе. Поддержка диапазона B20 для работы в 4G сетях. Все остальное, ну вот серьезно, за 350 долларов без кэшбэка на момент записи этого видео не удивило. Что не понравилось? Первое. Наберусь смелости высказать свое мнение касательно дизайна. Круг по центру сканера отпечатков смотрится как-то несерьезно. Встатки золота так же. Если уже на то пошло, выпустили бы третью версию расцветки, полностью в черном цвете, как это произошло в случае с Z17 Mini. Второе. Трудности с установкой габсов на старте продаж. Я бы отнес к третьему минусу стоимость. Но учитывая, что Nubia в принципе изменила политику ценообразования своих смартфонов, не стал. Живой тому пример Z11 Mini S, который на старте продаж можно было купить за 210 долларов. Сейчас же за него просят 270 баксов. На Z17 Mini также ценник изрядно завышен. Не думая, что себестоимость Snapdragon 652 высокая. Живой тому пример Leica Cool 1, который на Ali продают за 165 долларов. А за его работу отвечает этот же чип. В общем, если Nubia в дальнейшем будет завышать цены на свои новые продукты, на наших рынках она точно потеряет свою актуальность. Пишите свое мнение в комментариях, что вы думаете по поводу новых смартфонов от компании Nubia. Может быть я где-то не прав и чего-то не понимаю. Где купить Nubia M2 по низкой цене, ссылку оставлю в описании. Не забывайте пользоваться кэшбэком, экономьте на своих покупках. Допустим, Nubia M2 с кэшбэком вы сможете купить не за 350 долларов, а за 330. И ничего тяжелого для этого делать не нужно. Ссылку на инструкцию вы найдете, как всегда, в описании. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх, для того, чтобы просто сделать нашему проекту приятнее. Для этого ничего тяжелого делать не нужно. Добавляйтесь в наши социальные сети и читайте новости с помощью нашего мобильного приложения. Ну а с вами был, как всегда, я Андрей Ковтун, специально для Android News. Да пребудет с вами Android. Пока-пока. И всех с 1 мая. Я тоже пошел праздновать, Андрей Ларабач.